Чарующие красоты космоса с древних времен манили своей романтической красотой, заставляя ученых искать различные пути к их изучению. В Санкт-Петербурге есть известный объект, который занимается научными фундаментальными исследованиями в области астрономии, ФГБУ, Главная, Пулковская, Астрономическая обсерватория РАН. Она находится на расстоянии примерно 19 километров от центра города на Пулковских высотах. Обсерватория Санкт-Петербург в Пулково не только занимается научной деятельностью, но и предлагает посетить экскурсии всем желающим. Посетить известный и старейший в России научный центр, познакомиться с экспонатами, историей астрономии, послушать лекции можно в дневном и ночном режиме. Архитектурный проект здания поручили разработать знаменитому архитектору А.П. Брюлову. Закладка первого камня и открытие построенного здания происходили в торжественной обстановке. Открытие обсерватории произошло 19.08.1839. Первыми в Питере построили главное здание будущего научного комплекса и рядом присоединили два жилых дома, в которых должны были постоянно проживать ученые. Петербургская обсерватория за многие годы своего существования собрала в своих стенах выдающихся ученых-астрономов. Сейчас здесь трудятся всемирно известные ученые. Благодаря своей исторической значимости обсерватория находится под патронажем ЮНЕСКО, является частью всемирного наследия. Дополнительная информация. С 1990 города обсерватория СПБ включена в Российский государственный реестр особо ценных объектов культурного наследия. В середине 19 века для работы использовались астрометрические инструменты, которые остались до наших дней. Среди них, самый большой в мире рефрактор с диаметром 38 сантиметров находился в Питерской обсерватории. Позже, в 20 веке установили спектрограф. В 1940 году для изучения звездного пространства появился телескоп, работающий в различных диапазонах волн. Переключая телескоп с обычного диапазона волн, в котором видит человеческий глаз, на другой диапазон, например, инфракрасные лучи или радиоволны, можно получить картину «невидимого мира». Обсерватория Санкт-Петербурга сыграла большую роль в изучении мировой астрономической науки. Ученые сделали неоценимый вклад в разделе физики звезд и Солнца. Сегодня приехать в Пулковскую обсерваторию СПБ и познакомиться с ее историей очень просто. В стенах этого научного заведения хранятся редкостные приборы для астрономических работ с оптикой 19-20 веков, которые покажет экскурсовод. Круглые и Меридианные залы расскажут о своих тайнах и открытиях, сделанных в них. Придя сюда, вы увидите различных годов телескопы, астрономические часы, гравюры. В Круглом зале можно будет посмотреть на инструменты, которыми пользовались астрономы в разные годы работы. Круглый зал работал так же как музей. Меридианный зал знаменит тем, что в нем проводились научные работы астрономами-наблюдателями. Тенерифе, достопримечательности, Пулковская обсерватория снабжена смотровой площадкой, расположенной в центральной башне. С нее открывается изумительная панорама северной столицы. Здесь же в центральной башне под куполом находится телескоп-рефрактор, в который экскурсовод разрешит не только взглянуть, но и расскажет о тонкостях наблюдения в окуляр, покажет движение телескопа, продемонстрирует, как именно вращается башенный купол. Это интересно. Главное здание знаменательно тем, что в нем проходит Пулковский меридиан, который был нулевой точкой отсчета для карт России. Имена известных астрономов и ученых разных лет увековечены в портретах и бюстах. Есть среди предметов инструменты, которыми работал В. Аструве, первый директор обсерватории. Своим существованием Пулковская обсерватория обязана именно ему. Для поддержания постоянного интереса посетителей сотрудники музея периодически делают новые экспозиции, меняют дизайн витрин, меняют экспонаты, выставляют на показ разные художественные произведения. Башни с телескопами представляют собой интереснейшие архитектурные строения. В одном из произведений фантастов братьев Стругацких в романе «Понедельник начинается в субботу» есть описание «Нейчава», которое очень напоминает общежитие Пулковской обсерватории. Учитывая, что Стругацкий работал здесь много лет, очень вероятно, что описание делалось именно с этого места. Помимо просмотра залов обсерватории, сотрудники рады предложить прогулку по парку, прослушать информацию о том, какие архитектурные памятники доступны для осмотра, они покажут все павильоны на научной площадке. Узнав поближе те открытия, которые были сделаны в области астрономии и астрофизики, поражаешься их содержанию, истории появления, возможному влиянию на дальнейшие научные изыскания. Планетарий в Санкт-Петербурге Обсерватория в Санкт-Петербурге организует экскурсии только группами и обязательно в сопровождении сотрудника-экскурсовода. Посещение этого интересного места возможно только по предварительной записи. Обратите внимание, если группа сформирована заранее, то одиночные посетители к ней не смогут присоединиться. В случае желания попасть в обсерваторию, надо будет собрать небольшую группу единомышленников и заказать экскурсию. Высокопрофессиональные специалисты рады будут прочитать увлекательные лекции про космос для учеников младших и средних классов, показать интересные образовательные видео. Действующий на территории обсерватории телескоп распахнет перед вами планеты и движение звезд. Изучать звездное небо через окуляр лучше всего с опытным экскурсоводом. Экскурсии организуются по различным тематикам. Например, на территории возможно ночная экскурсия с наблюдениями в телескоп. Если вы затрудняетесь с выбором экскурсии, то можно для начала выбрать дневную общую экскурсию. Экскурсии доступны для широкой аудитории. Важно, ребенок 6 лет может посетить обсерваторию с кем-то из взрослых. Дети 6-10 лет собираются в группу. Для них есть специально подготовленная экскурсия с посещением астрономического музея, телескопа-рефрактора. Детям расскажут, что такое карта звездного неба, проведут мини-тренинг по распознаванию созвездий по карте, покажут видео о путешествии во Вселенной, дадут посмотреть в телескоп. Однако можно приехать и погулять по парку в дневное время самостоятельно. В этом случае возраст детей не ограничен. Смольный СПБ на официальном сайте обсерватории СПБ находится необходимая для посещения информация. Почтовый адрес, по которому расположена обсерватория, Пулковское шоссе, Д. 65к. 1, Санкт-Петербург. Доехать общественным транспортом, сначала до станции метро, Московская, затем пересесть на различные автобусы, номер 90, 1501-552-903-01431, Гатчина, маршрутки номер 403-449 и доехать до остановки, Пулковская обсерватория. Если планируете добираться самостоятельно, то путь от обводного канала к месту расположения обсерватории составит 19 километров или примерно 30 минут. Подъезжая на машины по Пулковскому шоссе, надо иметь в виду, что по ходу движения парковка для машин отсутствует. Припарковаться можно на противоположной стороне. Для этого необходимо проехать от места входа в обсерваторию еще примерно 34 километра до пересечения с Волхонским шоссе. Затем надо развернуться в обратную сторону и доехать до жилого городка. Здесь находится огромная парковка, которая расположилась напротив обсерватории. С этого места с Пулковских высот также можно насладиться видом на шушары. Организованная группа по приезде собирается, высаживается из автобуса, у центральных, восточных, ворот обсерватории. Экскурсовод подойдет, как только группа сообщит диспетчеру о своем прибытии и войдет на территорию через калитку. Любой транспорт, который высаживает экскурсантов у ворот, проезжает по Пулковскому шоссе дальше до разворота в противоположную сторону, чтобы доехать до парковки, если это необходимо. Можно запросить информацию в письменном виде по адресу e-mail.pukavoyxgsobaka.gmail.com При этом можно узнать расписание работы, стоимость билета, стоимость фото и видеосъемки, можно ли купить билеты в интернете и тому подобное, обратите внимание. Любую информацию о существующих экскурсиях и наличии свободных мест дадут по телефонам Записаться можно по телефону 946 59 15 363 72 21 с 11 до 17 часов только в будние дни. Режим посещения может быть дневной, ночной. Стоимость билета зависит от мероприятия, времени его проведения, длительности экскурсии и количества участников в группе. Цены на дневные сеансы варьируются от 7000 до 8000 рублей, звездочка за одну группу до 20 человек. Школьникам в составе группы предлагается скидка 400р, стоимость на ночные экскурсии до 15000 за группу в 15 человек. Подробности следует узнавать на официальном сайте, здесь же можно приобрести билеты. Здесь же можно узнать, есть ли на территории магазины сувениров, кафе, камеры хранения, другие полезные услуги для туристов. Фотографировать разрешается, стоит эта услуга демократично. Территория обсерватории – это прежде всего научно-исследовательская база. В качестве памяти о посещении можно увезти с собой фото и небольшие сувениры. Обсудить увиденное после экскурсии можно в расположенных в пределах 22,5 километра от места осмотра кафе «Пышка да Пудра», «Синнабон», «Сабвей», «Ресторан Грилл», «Ресторан Нордик». В научной обсерватории встретятся интересные люди, которые знают, как наблюдать за звездами, метеоритами, звездными скоплениями, Луной и всеми небесными телами. Взглянув на мир через телескопы, ощутив необъятность Вселенной, невольно задумываешься о том, как мал человек в этом неизмеримом космическом пространстве. После посещения обсерватории остается впечатление о совершенном полете в космическое пространство, о соприкосновении со звездной сказкой, которая не отпускает еще долгое время. Звездочка цены актуальны на август 2018 года.